Юджин Сао, а давайте поговорим про пенсионеров наших. Вот если ты уже в таком возрасте лет 80-90, можно ли прийти на занятия? Нужно прийти на занятия. Просто обязательно, в первую очередь. Чем еще пенсионерам заниматься? Что они делают? Сидят на даче, на рыбалке, медитируют. То есть... Тоже неплохо. Тоже неплохо. Но надо же еще правильно медитировать. Что такое медитация? Это дыхательная гимнастика. Сидишь на рыбалке. Дох, выдох. Дох, выдох. Дох, выдох. То есть сразу говорим, ну как дышать? Нету знаний, нету информации, практики. Люди в возрасте приходят, мы им даем специальные упражнения для людей в возрасте. Это не как люди 20-30 лет. У них немножко изменены упражнения. В принципе, это та же самая программа, но по-другому. Каждое упражнение имеет несколько модификаций. Каждое упражнение построено в определенный слой населения. Кто это? Беременные, дети, женщины в возрасте 30 лет, женщины в возрасте 60 лет, люди в возрасте 80 лет, 100 лет, 150 лет. Это все разные люди, и для них существуют разные упражнения. Конечно, заниматься нужно в любом возрасте. Что мы даем людям в возрасте 80 лет? Я даже скажу так, что программа для людей 60 лет и 80, и 100 лет разная. Как бы это пенсионеры уже, и как бы уже взрослые, но они по-разному двигаются. То есть человек уже 90 лет, у него уже руки трясутся, он еле холодит с палочкой. Или человек 60 лет, он уже в возрасте, но он еще бодренький, он может еще приседать, там еще может что-то делать. И у нас есть упражнения и для тех, и для тех. В первую очередь, конечно, это дыхательная гимнастика. Это в первую очередь. Вы должны понимать, что нам должна дана жизненная энергия на 50 лет. То есть вы можете до 50 лет вообще ничем не заниматься. И будете себя хорошо чувствовать. После 50 лет начинается старение. Приходит старость. И каждые в 5 лет мы начинаем стареть, 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 стареть. Почему? Потому что электричество, вырабатывая король головного мозга, начиная с 50 лет и каждые в 5 лет уменьшается на 1 лицидон. Можно не стареть? Можно. Мы сейчас расскажем, как это сделать. Я говорю о среднестатистической. Если у вас, к примеру, в 50 лет вибрации мозга 8 лицидон, то в 55 это 7,5, в 60 это 7, в 65 это 6,5 и так далее. Если вы дожили до того, что у вас вибрация достигла 4, то это уже проблема, уже болезнь Патерсона, то есть это уже серьезные нарушения идут. И вопрос, как это, вы спросили, изменить дыхание. Дыхание это дополнительный аккумулятор. Как будто мы подключили машинку и электричество опять подняли. То есть свет у нас сейчас гастит, гастит, гастит. А, электричество, мы тогда подтащили какую-то машинку, подключили дополнительно трансформатор и, хоп, пошло электричество работать лучше. Так вот, люди, начиная с 50 лет, надо дышать каждый день. 30 минут дышать обязательно. И упражнения, которые мы даем, они направлены на восстановление работы жизненно важных органов. На дыхание, на почки, на печи, на желудок, на сердце, на гармонизацию, на подключение каких-то дополнительных источников. Массаж определенный, капунтура, на какие-то точки понажимать, где-то какие-то там специальные упражнения поделать для позвоночника, для шеи надо поясничного, какие-то вибрации потрястись, то есть встряхнуть, то есть как будто старость встряхнуть, отключить, убрать. Ну, то есть в таком духе все происходит занятие. То есть у них нет отжимания от пола, подтягивания, бега, нету такого. Но люди, пенсионеры, стоят на месте и делают упражнения. У них есть упражнения стоя, сидя, лежа. Это разные уровни вибрации. То есть все знают, читают, слышали, существуют вибрации альфа, бета, га. Вот это, это разные положения людей. Или мы сейчас занимаемся сидя, или лежа, или стоя, или в движении. Вот на этом построена гимнастика для пенсионеров в первую очередь. То есть у них нет задачи там стать сильнее или быстрее. Их задача поддержания работы энергосистемы, подключить электричество дополнительно. Иначе оно отключается, и они стареют и выбирают.